Привет! Вы думали, что не будет уже прямого эфира? Конечно, будет! Конечно, будет тема такая важная. Как депрессию побороть, как выйти из этой вот... по-разному можно называть ситуации, вот такой вот. И как настроиться, как переломить обстоятельства, что делать, ну когда реально уже сил нет, уже все перепробовала и ничего не получается. Я знаю, что вы ждали эфир. Вы можете по ходу задавать вопросы, но я хочу познакомиться с теми, кто вообще первый раз на эфире, кто пришел ко мне недавно на страничку. Я думаю, что вы уже заметили, что здесь заряд энергии, бодрости и всегда хорошее настроение, потому что я всегда стараюсь следить за этим. Я живой человек, я тоже очень импульсивный, мне нужно все сейчас и сразу, и максимально, и поскорее. Поэтому тоже бывают расстройства, как у всех. Привет, привет! Поэтому есть у меня свои способы, я как раз только своими способами делюсь с вами, большим удовольствием. Нормальное самочувствие, скоро будет уже нам 14 неделек, так что такое состояние, но не об этом. Спасибо большое! Да, игра будет скоро, 15 марта стартуем, но тоже не про игру сейчас хочу рассказать, а про то, как же настроиться, переломить обстоятельства и настроение свое улучшить, если действительно ничего не помогает. Вы знаете, первое, что хочу сказать, что это в основном недуг перфекционистов. Те, кто идет к какой-то цели, и вот она не получается сию секунды, и отсюда идет депрессия, и отсюда идет расстройство. Вот сами отследите. Плохое настроение чего? Вы чего-то хотите, не получаете этого, и настроение плохое. Вот даже осознав и приняв эту мысль, тебе уже должно становиться легче, потому что ты понимаешь, откуда. Уже нет беспокойства такого, знаете, как у детей. Они плачут иногда, потому что их что-то тревожит, они не могут понять, что, а когда понимают, им раз, и легче становится, они успокаиваются. Вот так же человек. То есть зачастую это болезнь перфекционистов, которые сию минуту хотят получить вот это, либо вопрос какой-то не решается, и вот они не получают своего результата. Поэтому хотят добиться вот этого скорее, и настроения из-за этого нет. Но я вам хочу сказать, что чем выше порог твоего настроения, тем быстрее ты добьешься цели. Поэтому автоматически настрой должен подниматься. И вообще анализировать ситуации очень и очень полезно. Анализировать всегда. Еще в начале эфира сразу хочу сказать тоже важную вещь. Вопрос приоритетный. Твое настроение – вопрос приоритетный. И если какая-то диета мешает твоему настроению, то нафиг эту диету. Я серьезно. И я сейчас не про то, что и что я буду ходить жирно, и там, да, и лишь бы настроение было хорошее, с пончиком в руках. Нет, не об этом вопрос. Не об этом. Есть очень много способов похудеть. Это тоже отдельная тема, да. У меня есть очень интересная тема про интуитивное питание. То, на каком питании нахожусь я, я тоже выйду. Это вообще отдельная тема, расскажу, да, поделюсь. Но сейчас именно про настрой. Если твоему настрою мешает эта диета, какой-то отчет на работе, ну, различные, да, обстоятельства, то нужно от этого отказаться. Потому что вопрос приоритетный, твое состояние – вопрос приоритетный. Отсюда у тебя будет очень-очень и очень много проблем. И в итоге ты все равно потом заешь это килограммом зефира. Понимаете? Поэтому я сравниваю это, как с ноющей болью зуба. Живот болит. Это душевная боль. Такая же, как любая другая боль, от которой нужно избавиться. Вот такая мысль, да, вот сейчас ко мне пришла, я это вижу вот таким образом. И от этой боли нужно избавляться, как от зубной боли. Потому что если от зубной боли не избавиться, будет кариес, потом флюс, заражение какое-нибудь и все, кирдык. Если живот болит, тоже нужно понять причину, избавиться от этого. Не просто там с фазмолгоном каким-нибудь, да, а понять причину, вылечить и избавиться. Навсегда от этого, да, там, ну какой-то там долгий срок. Душевная боль точно такая же. И она приводит к таким же плачевным в итоге последствиям. Поэтому от душевной боли нужно избавляться. Вот это нужно понимать. Я буду периодически повторять эту мысль, чтобы вложить в голову, да, и тем новеньким, кто только что присоединился, тоже напоминать. Скажите мне, пожалуйста, кто вообще со мной не знаком, не знает меня, не знает мою историю, не знает, чего мне пришлось отказываться, где рисковать, что получилось, что сначала не получилось, но привело к большему, к тому, чего я хотела. Скажите, кто не знает вообще, ну так, очень слабенько меня и мою историю. Мне сейчас это очень важно. Лиля, сохрани эфир, на работе не могу смотреть и слушать. Да, я сохраню эфир, всегда Инстаграм дает такую возможность, иногда бывает технический сбой, но я всегда для вас, конечно же, на сутки его сохраняю. Я не знаю, я не знаю. Очень приятно познакомиться, я очень рада вам. Я вам расскажу, вот самые, знаете, я, во-первых, из города Советская Гавань, 30 тысяч человек населения там, в Москве один торговый центр, столько, такая вместительность у него. Я родилась там, и мне всегда хотелось, вот знаете, изначально, вот просто, вот надо всё, я хочу там на танцы, в Тодос хочу, знаете, группа известная, Тодос, какая, в Савгавани, Тодос, он в Москве. Да, чего бы я не захотела, оно в Москве. Ну, что такое, где я родилась? Да, и я как ребёнок начинала понимать, что, блин, я в таком городе, где ничего нет. Но я не отказалась. Не отказалась, у меня вот с детства идёт, вот я вот хочу это. На сегодняшний день я добилась всего, чего я хочу, но не просто так, не просто так. Этим, вот что мне помогало, обладает каждый из вас. Я вам расскажу сейчас, что это такое, да. В основном, когда, допустим, игра «Привет, Вселенная» у нас идёт, это то, чем я делюсь, да, учу, исполнение желаний, там как раз вот этот вот способ, да, я сейчас расскажу про то, как нужно себя чувствовать, что нужно делать, да, для этого. Я вот, допустим, хочу. И мама говорит, ну, закончишь школу, поедешь, будешь там добиваться своих целей и так далее. Я закончила школу, вышла замуж и осталась в этом городе, родила ребёнка. Хотела также мужа, богатого, властного, красивого, забыла пожелать любящего. И попался мне, значит, такой муж, который в итоге два раза мне изменил, он старше мне на 15 лет. Вот, и первый раз, когда я узнала про измену, понимаете, что такое, для девушки в 20 лет я вышла замуж узнать про измену. Причём такую, когда я лежала с ребёнком, ну, всё такое гнусное, знаете, как вот обычно при измене бывает. Чё повторять? Вот все, у каждого там какая-то, может быть, своя история, тоже с ребёнком в больнице, я узнаю, что он мне изменяет, пишу этой девушке. Она говорит, я в шоке, что жена у него есть, потому что он сказал, что она старше его там на несколько лет, то есть, по сути, мне было бы не 20, а 38 где-то, вот, на тот момент. Я вот это всё узнаю, у меня шок, я подаю на развод, он просит прощения, я его прощаю. Ну, как бы, раз всё восторжествовало, я его прощаю, и через полгода повторяется то же самое. Но, как бы, со своими красками другими. Ну, в общем, я понимаю, что я хочу уйти от него, потому что я хочу счастливой жизни. Вот, девчонки, однозначно, чтобы избавиться от депрессии и какой-то, ты должен понимать в итоге, чего ты хочешь. Произошло так, ну, произошло, и что? Что в итоге ты хочешь? Вот этот вот в итоге у меня настолько в голове всегда сидит, настолько мне оно помогает, что вот и даёт силы, понимаете, даёт силы. И я тоже думаю, что я в итоге хочу. Я хочу любящего. Я помню, загадала простого, обычного парня, просто чтобы любил меня, больше ничего не нужно. Но в итоге потом встретила Антона, он действительно был простой, любящий. Мы с ним 7 лет вместе, вот у нас свадьба через 10 дней, 9. И всё, понимаете, денег не было. Забыла, в тот раз я загадывала, деньги власть получила, да, в этот раз просто любящего парня. Но я хочу сказать, девчонки, это лучше, просто, просто вот лучше в априори. Потому что деньги ты можешь заработать, деньги вы можете вместе открыть, да, зарядиться, там бизнес какой-то открыть, ещё что-то. Деньги, они приходящие. А вот если человек урод, то с ним уже ничего не сделаешь, понимаете? И вот всё-таки любовь в человеке, да, в твоём, это всё-таки главное, честно, девчонки. Вот здесь хочу сказать, не деньги главное. Да, они очень важны, они очень нужны, но они не главное. Поэтому деньги важны, нужны, и они придут. Лучше их вот так вот вдвоём притягивать. Как притянули мы с Антоном денежки, тоже отдельная история. Антон прошёл работу таксиста, когда вообще ничего не было. И Антон начал удивляться моему образу жизни. Он говорит, Илья, я не пойму, ты в какой-то королевской семье живёшь? Откуда запросы-то такие? У тебя дворяне, родители или кто? Я говорю, да нет, они живут вот в Советской гавани, маленький город, вот самые простые родители. Просто мне надо, я хочу просыпаться в хорошей, красивой квартире. Я не могу по-другому жить, мне будет плохо, мне стены будут давить, я буду умирать, я буду погибать, завидать, мне будет плохо. Я не хочу. Ну, зачем тогда жить, если ты не просыпаешься в том месте, где ты хочешь? Если вокруг людей нет, которых ты хочешь, да, это же жизнь. Очень важно, где ты просыпаешься и что тебя окружает 24 часа в сутки. Бывает ещё, да, вернёмся к депрессии, тоже вопрос, да, всё о ней сегодня говорим. Бывает, что ты должен обратить внимание, что вокруг тебя находится. Может быть, вещь какая-то, которую тебе подарили на работе, а она откуда-то, не знаю, может, она передаренная, через тысячу рук прошла, и вот она у вас есть, и она вытягивает энергетику у вас всю. Может быть, какой-то зависливый человек, брелочек вам подарил, Машенька, крысотка, пользуйся, а он там заговоренный какой-нибудь, я не знаю, ну, кто во что верит, конечно, да, но бывают тяжёлые энергетические вещи, это правда такое бывает. Но этот брелок вы носите при себе, и вам плохо, и вы не можете понять, что это. То есть нужно проследить, какие подарки вы получали, откуда эти вещи. Ну, уже не говорю о том, что бывает, вот, соседка у меня, девочка, болела постоянно, плохо ей было, и потом выяснилось, что у неё ковёр висел в детской, в котором деда её хранили. Ну, конечно, ей будет плохо, это такая энергетика, и ребёнок спит носом в этот ковёр. То есть обязательно обратить внимание на свои вещи, которые ты вокруг себя хранишь. Людей, не люблю это слово, токсичных, да, да просто которые вытягивают энергетику, негативные люди, которые точно так же сосудят, да, там, из тебя вот эту энергию, и себе настроение не могут поднять, и вам портят. Элементарно нужно избавляться от таких людей, просто избегать, и не думать там, и не искать слова, просто ограничить общение с ними, а потом свести на нет. Что нужно делать, чтобы исполнялись желания? Целый эфир был на эту тему вот позавчера, давайте я вам выложу его в сторис, там всё про желания, но мы сегодня тоже про них поговорим, чуть-чуть про депрессию ещё закончим, да. Вот, поэтому это тоже очень важный моментик. И ещё раз, да, ещё раз повторю эту главную мысль эфира про депрессию, если тебе плохо, и у тебя душевная боль, ты должен от этой боли избавиться так же, как от зубной, от боли в животе, от боли в спине, от боли в коленях и от душевной боли. Нельзя к ней относиться таким образом, понять, почему болит, да, диета, отказаться от диеты сейчас, да, найти другой способ, гложет какой-то вопрос, закрыть его, и тебя отпускает. Таким образом, если, допустим, ещё такой момент, отследите, вдруг у вас идёт, знаете, какая череда мыслей, которые, вот, казалось бы, снег, идёшь, снег, он падает, пушистый, ты думаешь, сейчас он упадёт на землю, растает, превратится в грязь, грязь никто не убирает, правительство никуда не смотрит, машины не выделяют, что за, в какой стране я живу, понимаете, и вот этот вот пушистый снег превратился в негатив. Бывает, что негативные люди, вы сами, знаете, сколько людей, вот, приходит в игру ко мне «Привет, Вселенная», да, в которой две недели я с каждым лично вот так вот работаю, общаюсь, да, ну, работаю, да, можно так сказать, это действительно работа над собой, и они потом признаются. У нас там есть эфир, когда мы вообще полностью окружаем себя позитивом, и вот в этот момент приходят вот нужные события, нужны люди другие, да, и уходит негатив. И вот в этот момент люди понимают, что они сами негативные, говорят, Лиль, я вот сам негативный, я сейчас это понимаю. Это вот как раз, когда ты любишь из пушистого снега в грязь, да, там его мысленно превратить. Вот, и однозначно, первое, если вы хотите, чтобы ваши желания исполнялись, если вы хотите выйти из депрессии, то свой негатив нужно переформировать в позитив. Нет такого убрать. Убрать какую-то свою часть характера нельзя, ее нужно переформировать. Я вот так делаю. Я вот опять же, я делюсь всем, что подходит, как бы, испытано на себе, подходит, да, многим людям, но через себя пройдено. Потому что то, что я читала в книгах, то, что я смотрела, это фильмы различные, я все книги по мотивации перечитала. И что-то работают в зарубежные книги. У них менталитет другой. Я вот убедилась, это, там примеры какие-то приводят, но у нас это не работает. Работодатель в Америке и работодатель у нас, это два совершенно разных человека. Поэтому американские, да, книги, да, они полезные, там цитаты красивые, но, блин, они мало работают, честно, и по своему опыту могу сказать. Поэтому все было пройдено на собственном примере, да, я вам вот сейчас рассказываю те способы, которые реально работают в нашем мире, в нашей жизни, в наше время и так далее. Поэтому, я прикладываю чуть-чуть, сейчас вернусь к мысли. Нам вселенная отправляет знаки всегда, но мы их всегда отправляем, но их видят те, кто уже тренированный, так скажем, кто тренирует мысль, да, сознание свое. И знаете еще что, те люди, бывают такие, да, которые говорят, что за фигня вселенная, господи, ерунда, да. Но однозначно, посмотрите, кто этот человек, он неуспешный 100%. Ни один человек, который вот так вот говорил, он не является успешным, он ничего в жизни не добился. Просто обратите внимание, либо он завистник, вот и все. И это тоже негативщик. Ну ладно, там можно говорить, да, один верит в это, другой в это, чего их обвиняют, да их никто не обвиняет. Просто посмотрите, кто этот человек. И любого другого успешного спросите. Слушай, как ты вот относишься к закону притяжения, что мысли материальны, вселенная? Он скажет, это все работает и приведет вам кучу своих примеров. Этим просто нужно уметь пользоваться. Этот закон притяжения я поняла по-своему, приняла и полностью пропустила через себя. Поэтому на данный момент все желания, которые я загадывала, они сбылись все. И продолжают сбываться. И я благодарю просто Вселенную за то, что она меня слышит, помогает, что у меня есть вот такой с ней контакт. И этому контакту я учу вот вас, своих подписчиков, своих любимых и позитивных подписчиков. Те, кто хочет. Вот кто хочет, я с удовольствием расскажу. Кто не хочет, я даже разбираться не буду, почему и рассказывать, и доказывать. Просто ты другой человек, у нас очень много параллелей. Вот ряд тех, кто верит в то, что сыроедение это полезно. Вот ряд тех, кто верит, что раздельное питание это круто. Те, кто верит, что если есть яйца 4 раза в день, то ты закукарекаешь. Ну как бы очень много людей разных. И ты просто становишься в очередь свою. Понимаете? Зачем доказывать вот этой, этой или этой очереди, что что-то вот именно так? Зачем? Если он захочет перейти вот в эту очередь, в другую, он тебя спросит. Маш, а реально если сыроедение помогает, то вот это работает? Маша поделится своим опытом, он захочет попробовать и пропустит это через себя. И сам придет. Это вот работает вообще со всем. Совсем. Понимаете? Поэтому просто, если вы настроены на волну позитива, и кто-то говорит, что, что, ты нормальный вообще, посмотри, где мы живем. То просто пусть он сам остается вот в другой очереди, в своей. Зачем он стоит? И что он получит на кассе, так скажем, в этой очереди? Вас не касается. Вас не касается. Вас касается только своя часть. Своя жизнь, свой огород. Понимаете, да? Все понимают. Я прям чувствую это. Вот. Вы же умненькие у меня. Самые, самые. Я говорю, что вот у меня в профиле позитивные, обреченные на счастье люди. Потому что они хотят этого. И они получают это. Так. Давайте чуть-чуть отвечу на комментарии. У меня... Так. Сейчас пролистала. Заряжайте нас. Спасибо. Подряд читаю. Сохраните эфир. Сохраню. Что с этим делать тогда? Это, видимо, ответила я уже на вопрос. Как узнать, какие подарки тяжелые, энергетические, все выбросить? Нет. Нет. Не все выбросить. А элементарно, допустим, берете тот подарок, который вам подарили. Какие вы чувства испытываете от него? Если это приятные воспоминания, и вам он дорог, это приятный подарок. Это ты чувствуешь хорошо. А когда вот смотришь, это чувствуешь. Ты все чувствуешь. Странный бывает подарок. Мутный какой-то. Подарили как-то вот его. И тебе вот не хочется его принимать. Ты его просто выкинь на помойку. Зачем это передаривать другому человеку, да? Еще со своей такой странной энергетикой странности, да? Поэтому просто выкинуть на помойку. У меня, да, есть марафон. У меня есть игра. Игра, тренинг я ее называла. Это как марафон, можно сказать. Идет он две недели, и старт будет 15 марта. Вот уже через пару денечков. Стоит он 500 рублей. Уже два года я его провожу вот за такую цену, символическую, да. Она для того, чтобы каждый смог попробовать. Каждый смог вот этот шанс получить на изменение действительно себя. И самое... Девочки, знаете, какой самый крутой комментарий? И самый частый шок от того, что это другая совершенно информация, которую ты не слышал, да? И то, что просто. Это просто и очевидно. И люди все думают, как я сам не мог до этого додуматься? Как? Это же очевидно. Настолько все элементарно и просто. Человеку легче, человеку проще. Он знает, куда ему идти, куда ему двигаться. Как это свое желание получить? Он вот на таком взлете, когда притягивает к себе. Знаете, как магнитик. Вы так пускаешь его, и он притягивает к себе вот то, что хотел. Это самый распространенный комментарий. Желания сбываются у всех. У кого-то сразу, у кого-то еще быстрее. Все зависит от того, какое желание. Но самое главное в игре «Привет вселенная» – это первый эфир, где мы вообще как раз разбираемся со своей внутренней энергетикой и пытаемся понять, чего мы хотим. Человек приходит с желанием «Хочу денег, хочу просто разбогатеть, хочу много денег». А уходит совершенно с другим желанием и начинает улучшать свое материальное состояние вообще через другие сферы. И к нему не пришел мешок денег. Но он поменял машину, он как-то одежду прикупил другую, как-то деньги у него появились. И нет такого способа конкретного для кого-то. Допустим, Маша, сделай вот это, а Петя, ты сделай вот это. Сергей, ты должен позвонить Александру и договориться вот об этой сделке, чтобы тот предложил тебе вот это, и в итоге вы построили дом. Нет такого. Информация одна. Но каждый человек через свою жизнь ее пропускает и понимает сам, что ему делать. Вот это важно. Я безумно счастлива, что вообще я не знала, что я обладаю такой какой-то информацией. Просто я вот так вот живу, хочу, делаю, получаю. Я знаю, что все мои друзья говорят, «Лили, ты как будто из космоса, ты как-то, кто-то там в лотерею меня берет с собой, говорит, просто постой, я в итоге забираю подарки». Такое было. Макбук, который вот выиграла, тоже девочка мне взяла с собой, подружка. И в итоге выпал мой номер, и я выиграла этот макбук. Она говорит, больше не буду тебя брать с собой. И вы потом становитесь такими же. Вы же понимаете, что если долго пообщаться с человеком, который заикается, час-два, да, ты потом начинаешь тоже чуть-чуть речь, откуда, если ты не заикался, как ты можешь заикаться. Ты все принимаешь. Его частички, его энергетику, его повадки. Ты как компьютер считываешь. Поэтому те, кто, допустим, долго общается со мной, он тоже перенимает, да, какой-то характер, какую-то информацию запоминает, пробует ее один раз, у него получается, и все, это навсегда входит в его характер, в его привычку. И он это усиливает потом. Те, кто подписан на меня уже там два года, да, они уже просто как в своей доску пишут в директ, мы уже как на одной волне общаемся и уже понимаем, да. Я не с самых базовых моментов начинаю рассказывать, а вот уже раз там пару слов, а, точно, да, поняла, точно, классно, спасибо. И вот нравится, нравится людям. Знаете как, попробовал что-то, получилось, и вот идешь дальше, идешь дальше. Ну, представьте, если у тебя депрессия, да, и ты тут раз вышел из нее, и жизнь твоя поменялась только с одного предложения, я не знаю, сходить там в бар, в этом баре сидел работодатель. Кажется, звучит как сказка, но на самом деле такие случаи бывают. Как у меня мама хотела квартиру, реально мой случай. Мама хотела квартиру, мы понимали, что денег на нее нет, ну, пусть она вот просто придет. И ее сосед, который в доме выкупил все этажи, все квартиры на этаже, и осталась у нее одна, он ее переселил вот в эту, в угол дома. Было больше, но так как он очень богат, и он сказал, извините за неудобство, вот такое у меня предложение, вы сюда выселяетесь, а я как бы забираю вашу вот эту двухкомнатную, а вы в трешку переселяетесь. До сих пор я как-нибудь, когда приеду к маме на свою родину, я вам прям сфото этот дом, вот дом стоит, окна одинаковые, и только мамин уголочек вот такой ее квартира. Вот такое, понимаете, бывает. И я знаю даже, что вы сейчас думаете. Ой, ну таких случаев один на миллион. Но у вас будет другой случай, и он тоже будет уникальный. И вот так вот участники игры «Привет вселенной» заряжаются, и получают свои какие-то подарки от жизни. Подарки тоже бывают. Если у вас в голове еще сидит мысль о том, что нужно очень упорно и долго работать для того, чтобы что-то получить, знаете, как это разбить? Чуть-чуть. Упорно надо работать, конечно, всегда, и желательно на той работе, которая приносит удовольствие. Но что нужно еще запомнить? В общем, понимаете, что если у вас что-то плохое в жизни, и вот нет настроения, и что-то не ладится, вы не одни. Вы не одни. Таких много. И то, как вы себя настроите, от того, как вы себя настроите, как вы себя почувствуете через буквально полчаса, зависит в итоге, что вы получите. Ведь к достижению цели, пока вы идете на пути, разные бывают моменты. Где-то получается, где-то не получается. Но важен-то итог. Важен-то итог. Поэтому вас не должны расстраивать текущие какие-то промежуточные результаты, как я называю. Промежуточных результатов может быть много. И они могут быть разными. Вот у меня, допустим, да? Я хочу счастливой семьи. Попался муж, который мне изменял, украл ребенка, постарался посадить меня в тюрьму. Но это же не конец. Это же не последний парень на деревне. Я хочу такого, который бы меня любил. И я его нашла. И у нас с ним свадьба через 10 дней. 7 лет мы с ним вместе. И он меня любит. Но да, я загадывала просто любовь после такого ада. И он был без денег. Но деньги мы с ним заработали. Сейчас в Москве он открывает новый свой бизнес. И вы думаете, что это легко? Да не легко. Он сам не знает, получится у него или нет. У него есть я, которая взбодрит его и скажет, Антон, ну что? Ну ты попробуй, ну и получится. Сколько видов работ, всяких там деятельностей, да? Для бизнеса? Да миллиард. Пробуй, не хочу. Для чего ты живешь? Все. Парни выросли крылья, он уже хочет. И он с таким зарядом, скорее всего, у него все получится. И дальше промежуточные результаты. У нас нет квартиры. И что? Сейчас у нас есть квартира в Москве. 100 квадратов. И кажется, ой, как же мне, где же мне деньги найти? И я задавала такой вопрос. Но немножко по-другому, потому что я знаю, как все это работает. Я задавала себе вопрос так. Хочется побыстрее уже ее получить. Пусть что-нибудь случится, произойдет. Опять же, кто меня не знает, да? Очень тезисно вам скажу. Вкратце. Что, когда я переехала в Хабаровске, снимала первая квартира за 17 тысяч рублей, прожила я там неделю и поняла, что я там жить больше не хочу и не могу, и не хочу там просыпаться, в этой квартире, потому что там был ужас за 17 тысяч рублей. В ужасном доме, в ужасном условии, коверностями. И я понимала, что это вообще мне не ресурс, это только убивает мою всю энергию. Я сняла квартиру за 30, имея зарплату в 20. И как-то это 10 тысяч. Знаете, бывают какие-то там макияжами где-то занималась, что-то полторы тысячи заработала, еще там что-то. И как-то находила. Просто суть в том, что в итоге я находила эти деньги, но просыпалась весь месяц. Представляете, один раз на эти суммы, но весь месяц, каждый день 30 раз встретить утро в своей любимой квартире, в хорошей, да? В съемной, но в той, где вот закат розовый, я прям помню, просыпаюсь и там еще в цветах обои были, и они такие, вот комната прям оранжевая, светом, господи, этот рассвет мне давал заряд на весь день. Поэтому никогда не отказывайтесь. Всегда человек найдет в себе ресурс, возможность найти там, тем более деньги, тем более деньги. Важнее на весах не деньги, не 30 тысяч рублей, а этот оранжевый рассвет, который будет в вашу комнату с утра заходить. Вот это самое главное. Если особенно, когда нужно сделать выбор в пользу денег, либо вот, но это нравится, нужно взять то, что нравится. Это принесет вам больше денег в итоге. Это закон. Это закон. Если вы так ни разу не пробовали, просто сделайте один раз в жизни, ради интереса. Вы же живете. Один раз просто попробуйте. Вы не умрете от этого, поверьте. Вот можно делать все в жизни, что тебя не убьет. Правда. Что тебя не убьет, можно пробовать, можно делать. Мы для этого живем. И в пользу вещи, которые нравятся, но такая дорогая, нужно делать в пользу нравиться. Хотя бы разочек. Вы на это подсядете. У меня Антон мой вообще был в шоке. У нас нет денег, мы снимаем квартиру. В итоге мы потом с ним познакомились, и он говорил мне, фига у тебя хата. Он думал, что я зарабатываю дофига. Я говорю, да нет, мне на эту хату еще как бы десяточку подкопить надо. Просто. Как бы 20 получаю, а 10 вот как-то приходит. Ну вот сейчас вот ты будешь платить за эту квартирку. А, да, ну понятно. А может быть подешевле с ними? Я говорю, нет, дружище. Если ты будешь жить со мной, ты будешь вынужден копытить. Он говорит, я понял. Вот. И он ругался со мной на этой почве. Ругался. И в один прекрасный... Это был сложный период нашей жизни. Именно в этот момент у меня бывший муж украл сына. И несмотря на то, что вот я становлюсь на ноги, да, пытаюсь носить деньги на жилье, я пытаюсь забрать сына. Для меня это первоочередный вопрос. Меня хотят лишить материнства, материнских прав. Я не вижу ребенка уже год. Приходит уголовное дело на меня, 116-я статья Павлои. И мне нужно ехать в свой город, вот в этом вот, где я вышла замуж, да, маленький. И в суд, вставать. Мне говорили, станьте подсудимой. Я вставала. Мало того, что я сына не вижу, так еще и какое-то уголовное дело на меня. А вдруг меня посадят в тюрьму? Господи, да что вообще происходит? Что за сон? Да, и... Тем не менее, в этот момент я снимаю квартиру. Вот эту, да, встречаю оранжевые рассветы, Антона настраиваю и говорю, что нет, мы не будем. Но представьте, если вот в такой вот жопной ситуации еще и квартиру снимать, которая убивает, просто добивает тебя. Вот. Поэтому всегда, всегда нужно вот чуть больше, чем ты можешь, чуть больше, чем ты можешь. И тогда ты переносишься все-таки вот в ситуацию, где получше, где тебе хорошо. И силы у тебя появляются. И в итоге, когда все-таки суд меня оправдал, я же еще работала, я хотела стать ведущей еще плюс ко всему. Я еще карьеру делала вот в этот самый сложный момент. Денег нет, уголовное дело, муж тиран пытается меня в тюрьму упечь. Я еще карьеру делаю. Потому что я в итоге смотрю на то, что я хочу получить в итоге. Я хочу жить с сыном, работать телеведущей в своей квартире. И я к этому шла. Три направления, сразу три желания я исполняю в своей жизни. В течение двух лет я в итоге покупаю квартиру, становлюсь телеведущей и забираю сына. через два года это все пришло в мою жизнь. Плюс Антон, да, любящий мужчина. Так вот, когда мы с ним познакомились, вот этот все жопный период, как я говорю, два года, который у меня продолжался, это был тринадцатый год, совсем недавно, ну так, относительно недавно, да, семь лет назад. и Антон удивлялся всегда, что ты спокойно ложишься спать, я говорю, слушай, я устала от всего, короче, тоже хочу ребенка забрать, Лешку. А он садится ищет квартиру дешевле, и потом встает утром и говорит, короче, все, я нашел квартиру, нам дешевле, вот она, мы переезжаем. Такой, взял все в свои руки. Я посмотрела, и говорю, тогда без меня, реально, я не хочу, я не поеду, значит, просто ты вот, ну, не мой мужчина, который вот, просто вот не мой мужчина. Я люблю тебя, спасибо, что ты был со мной рядом, он же видит, это обходная речь, но реально, я не пойду за мужчиной, который ищет вот такие вот пути, я пойду за мужчиной, который найдет деньги на квартиру. Иначе ты просто не мой мужчина, ну, какая бы любовь там, ну, не была, ну, правда. У меня есть свои планки, у меня есть своя, как бы, нормально здравомышленная, здравомышляющая история, да, в голове. Я же и дворец не прошу, я прошу просто хорошую квартиру, просто в два раза дороже, чем предлагает он. Вот, но тем не менее, я говорю, не хочешь, говорю, у тебя два варианта, либо ты идешь туда один, либо ты ищешь вторую работу. он хлопнул в дверь, ушел. Я поехала на свой эфир, и потом он заезжает за мной на обед, и говорит, Лиль, ты знаешь, ты права. Я вот вышла, думаю, какая ты офигевшая вообще, офигевшая, тыщи вторую работу, а кто, если не я? Ну, реально, мне же самому нравится в хорошей квартире жить, мы тут с тобой живем в этой квартире, блин, она реально лучше всех квартир, где я был, и так это классно, и так это приятно, ты права, я буду искать, типа, вторую работу. И он сразу вспомнил контакт человека, у которого он делал проекты, да, там, свои какие-то отчеты, я уже не знаю что, да, какую-то работу выполнял, и приходили, я помню, 120 тысяч рублей, он получал за определенную работу, которую мог делать, допустим, человек за три месяца, Антон мой делал за две недели, потому что очень надо, наши ресурсы безграничны, когда есть что-то, и обычно это делают, вот так, ковыряясь там в носу, там, три месяца, другой человек, которому очень надо сделать за два дня, понимаете, да, я говорю, слушай, и каждый раз я отмечала его, вот этот успех, говорю, ты красавчик вообще, так у нас еще, мало того, что спокойно платим за квартиру, так еще и деньги остаются, знаете, когда нет в кармане ни рубля, а тут приходит просто деньги на квартиру, и остается еще 30 тысяч рублей, ты просто шикардосик, ты просто шикуешь, и я, конечно же, пошла за мартини и за лососем, опять, вот фишка в этом, я не понял, ты что думаешь, я еще, в смысле, я на квартиру нашел, а тут еще и лосось покупаешь, там, форель, и так далее, рукколу, там, салатики с моцареллами, я говорю, подожди, подожди, стояночка, ты же понимаешь, что это успех, а успех нужно отмечать красиво, иначе денежки не придут потом, и возможность такая не придет, ладно, хорошо, и эта руккола, значит, повторялась у нас, периодически, и потом говорит, ты вот не умеешь ходить за продуктами, давай-ка напиши список, напиши список, и иди в магазин, а я как хожу в магазин? Это, кстати, очень полезно так ходить, обычно заходишь в магазин и думаешь, так, это я не хочу, это я не хочу, это я не хочу, а нужно думать так, что я хочу? Это будет дольше поиска, занимать времени больше будет, да? Но ты смотришь, что ты хочешь, и бывает такое, что ты не хочешь ничего, отсюда и диета, реально, ты ничего не хочешь из того, что предлагают в магазине, зачем в себя запихивать то, чего ты не хочешь? Либо идешь в другой магазинчик, увидел что-нибудь, там, я не знаю, кукуруза там соленая, вареная, ты думаешь, хочу кукурузку вот съесть, да, берешь. Нет, конечно, базовые вещи мы не берем, если у тебя семья, да, ты просто сварил, и, ну, просто там пюре хоть там с котлетками, это всегда в холодильнике есть, детям-то нужно есть. Вот, ну просто самому себе, опять же, да, ты можешь вот таким вот образом, как бы, опять же, это все в мыслях, все в мыслях, вы видите, одно за другим, одно за другим, и мы тут про деньги, про приход говорим, а тут раз про магазин, и тоже полезная мысль. Очень важно, очень важно, вот все, что у тебя в голове, вот ты выглядишь и материально твое положение, и в обществе, да, там твое положение, так вот, как ты думаешь, о чем ты думаешь. И все можно поменять, абсолютно все, не сразу, не моментально, не бывает такого бах, и все. Постепенно, по чуть-чуть, потихонечку, вот Антон, да, пример. Так вот, допустим, когда вот он раз там, я начал зарабатывать. Запросики-то повысились, запросики-то повысились, теперь нужна своя квартира. Но ему ипотеку не давали. Не помню, почему какие-то ограничения были. Я вообще была в чернейшем списке. Не давали ипотеку, потому что мой бывший муж, у него была куча всяких кредитов, а я автоматически попала в базу данных, как злостный там, этот, поручитель, не плательщик. Ну, то же самое. Тоже не давали. И вот я уже рассказывала в прямом эфире, что я Антону сказала, что мы берем ипотеку, берем ипотеку, ежемесячный платеж 150 тысяч рублей. Ну, утрирую, примерно 120, 130, 180, уже не важно, когда после 100, сколько там платеж. Он заматерился. Он говорит, Лиль, ты совсем, что ли? Я говорю, подожди. И он, вот это мое, подожди. Уже боялся, просто. Я говорю, подожди. Во-первых, давай проанализируем всю нашу жизнь, вот эти вот 8 месяцев, которые мы с тобой живем. Что-то хуже стало? Он говорит, да нет, вроде. И еда у нас лучше стала, и жилье у нас лучше стало. Я говорю, доверься мне, котеночек. Доверься мне, котеночек. Он говорит, ну страшно. Я говорю, подожди. Мы ничем не рискуем. Всегда делай то, что тебя не убьет. Всегда страхуйся. Я во всех случаях была подстрахована. Но ничего страшного бы не произошло, если бы что-то там не получилось. Но отказались. Ну и что? Это важно. Это важно. Если ты берешь квартиру, ты можешь ее продать. Не вывозишь ты платеж. Продал квартиру, все. Отдал ипотеку. Пробуешь дальше. Или там другие планы, другие варианты строишь. Он говорит, Лиля, это же кошмар. Я говорю, это единственный наш шанс. И тут нам очень повезло, что вот под такой процент нам дадут ипотеку. Первый месяц мы повыплачивали ее, нашли. Просто с горем пополам не ели вообще ни то, что руколу. Вообще ничего не ели. Реально. Собирали прям. Собирали где-то, позаняли денежек. Первый месяц выплатили. Но потом, так как уже у нас имеющийся кредит, я перекредитовалась в другом банке и платеж стал там в два раза меньше. 80 тысяч. Просто подарок после того, как 150 платил. Все. Раз мы месяц уже 150 на шкребле, 80 просто как за здрасте. Понимаете? И уже как бы платишь за свою квартиру. Вот такой момент. Мы идем, значит, к ней 3 месяца. Мы сделали там ремонт. У Антона были рабочие корейцы, знакомый прораб. И он дал ему бригаду. Так как Антон строитель, он все это сам вместо прораба показывал, что им там делать, контролировал стройку. 3 месяца прошел срок. Мы заезжаем в свою квартиру. Я не хочу жить в этой квартире, сказала я Антону. Потому что он вообще со мной не соскучился. Сказал мне так, Антон, мягко, мягко, очень мягко говоря. Очень мягко. Но он сам согласился. Мы что-то взяли в панельке, которая была, там что-то и управляющая компания была какая-то не очень. Ну и что-то нам там совсем не понравилось. Вот. И грязно что-то было. Но как-то вот я не знаю. Я думала, что я сделаю ремонт в своей квартире, буду шутить своими гнездышками, не важно, что за дом, что там, да, вокруг. Но на самом деле нет. Это очень важно, что вокруг ты же выходишь каждый день, да, в подъезд. Я помню, что даже случай привлекла. Был какой-то дебош там в подъезде, и я слышу сигналка, машина моя заработала. Приус у меня был. Свою машину ту продала. Первоначальный взнос заплатила как раз вот эти вот, по-моему, 400 тысяч рублей, что ли. Вот купила Приус. Классная, кстати, тачка вообще очень. Потом расскажу. Я, значит, выхожу и смотрю на моем Приусе. Вот такой вот отпечаток, вмятина, кроссовка. Кто-то что-то психовал. Моя машина стояла возле подъезда и вот так вот ногой просто фигачили в дверь. Я думаю, нормальный райончик вообще выбрали, прекрасный. Я говорю, все, это последний след, последняя капля моего решения. Мы отсюда съезжали. Так вот суть в том, что мы эту квартиру продали дороже, на полтора миллиона, чем брали изначально. И мы погасили ипотеку. Не всю, но больше, чем половина. И у нас на новую квартирку был первоначальный взнос почти там 3 миллиона. И мы взяли лучше. И мы взяли ту квартиру, где вы все помните, да, у нас там все беленькое, красивенькое, очень похоже на такие жиравочки, там литнина. Была дизайнерский ремонт. Вот это в Хабаровске квартира, где вот мы жили. Наша. Вот это вот самое-самое красивое. Вот и первое, да, считается. Мы там год прожили. Кто-то продолжил, я прямо услышала. И тут Лиля сказала, я хочу другую квартиру. Конечно же, всегда есть пределы, хочется, да, как-то остановиться и пожить. И я сама подустала от такой вот постоянной борьбы. Мы же это делаем тоже параллельно. Я же говорила, да, что в этот период, когда вот эту квартиру, когда вот это все с Антоном. Я же ребенка забирала. Это параллельно шли суды. Мы жили без Леши. И я приезжала 10 часов на автобусе просто в суд. А он так делал, что... А суд отменился. Такой-то, такой-то истец отменил, потому что у него там командировка. Он мне об этом не сказал. Суде тоже об этом я не знала. Я просто так 10 часов туда, 10 часов обратно. Никакая. Иду на эфир. Эфир тоже пришел ко мне не сразу. На телевидении я работала журналистом. Писать вообще ничего не умею, не знаю. Переживаю. Хочется же... Ты же приходишь на новую работу, да, в новый коллектив. Тебе хочется, что тебя как похвалили, что ты сказал, что нормально там работаешь. Эфир тоже пришел не сразу. Но я очень сильно старалась. Иногда писала по ночам, чтобы прийти и хоть чуть-чуть вообще в тему въехать. Вникнуть, да, там. Тема про бензин. И про бензин ничего не знаю. Сидишь, но еще читаешь, чтобы утром быть немножко в теме и не выглядеть дурой. В общем, короче, все вместе. Работа, забрать Лешу и квартира, и любовь там, да, с Антоном. И развоз бывшим мужем. Все это вот за два года одновременно. Как минимум четыре шанса уйти в глубочайшую депрессию. Либо по работе, либо по квартире, либо по любви такой, да, несчастной. Либо разругаться с Антоном, что он там зарабатывает или не зарабатывает, да. Ну, как я уже сказала в начале эфира, как мы с Антоном, как я его приучала, да, к роскошной жизни, которую ты хочешь. И можешь себе, оказывается, позволить. Еще был такой моментик. У него очень хорошая мама, моя... Срекровь получается, да? Да. Очень хорошая, добрая женщина. Я никогда не забуду, когда она сказала Антону, его друзья все говорили, слушай, да она хочет тебе только вот, чтобы ей помог ребенка забрать, и она потом тебя бросит. И Антон, как бы, ну, тоже человек, да, немножко там поддался влиянию, а ему мама говорит, прекрасная женщина, она ему говорит, слушай, ну, Лиля, ну, я ее видела, такая хорошая девчонка, просто помоги ей сына забрать. Просто я как вот мать не представляю. Ну, просто помоги ребенка забрать. Ну, брось, да и фиг с ним. Ну, просто помоги. Давай поможем девчонке, ну, если можешь. И Антон вот помогал. Конечно же, конечно же, я ему изначально сказала Антон, я вообще не знала, буду я с ним, не буду. Парень симпатичный, парень неплохой, но я вообще не хотела никаких отношений после такого мужа, вообще не знаешь, захочешь ли ты какого-нибудь мужика, в принципе. А тут как бы такая история. И я Антону сказала, говорю, я не знаю, не могу тебе ничего обещать, вот правда, не знаю, но как бы мне приятно, что ты мне помогаешь, у меня вообще нет помощи никакой. Но я тебя не заставляю, я тебя вообще пойму. Я друзей понимала его, которые говорят, что вот так, прям понимала, прям абсолютно понимала, честно, всей душой. И как бы, ну вот мама его таким образом сказала. Но она такая, что простая женщина, да, Антон тоже из простой семьи, и говорит, куда вы собрались? В Таиланд? А у вас откуда деньги, Таиланд? Вы не можете сейчас себе позволить. У вас суды, у вас тут квартиру вы снимаете, какой вы Таиланд собрались? А у меня, как всегда, надо в отпуск поехать, ну а что же мы не людям, что ли? Понимаете? Антон, ну, уже на тот момент был подготовленный человек, и он маме прямо за столом говорит, мам, никогда больше не говори, что я не могу себе что-то позволить. Она женщина очень хорошая, я еще раз даю. Ну ладно, ну, у богатеньких свои причуды, как она ему сказала. Мы все поржали, и все. И вот это все, как мы вместе, да, проходило, вот и работа, и с Антоном, и со всем. И что? Первый наш отпуск. Мы купили билеты, в Таиланд, как обычно, по схеме 20% оплатить, а потом следующие деньги мы найдем. Вот так же мы нашли путевку, оплатили 20%, и потом денежки насобирали, дособирали. И каждый раз, когда они приходили, говорю, Антон, а ты знаешь, почему они пришли? Он говорит, почему? Я говорю, потому что мы уже запланировали путевку. Потом уже его понесло, он что-нибудь там раз, Лиль, давай по твоей схеме. Я говорю, давай. Но это тоже схема такая, знаете, не всегда применимая. Нужно все-таки знать какую-то не такую, знаете, в отпуск, но как бы мы не брали отпуск за 800 тысяч рублей, да, там, я не знаю, ну, путевки там до 100 тысяч, там, 80 тысяч, допустим. Ну, там, 20 оплатили, и нужно было еще там 60 найти. то есть, нет такого, что, сейчас возьмем Куршавель, снимем дом, виллу, и денежки придут, да, и 20 тысяч рублей отдали, 3 миллиона пусть придут. Ну, конечно, нет, конечно, нет. То есть, все в пределах, все в пределах, но чуть выше, чем ты можешь себе позволить. Вот так вот, Антон, на протяжении 7 лет со мной живет до сих пор. И очень этому рад, потому что познакомились. Он говорит мне, что я чудо-человек. Ну, чудо-человек как-то по-доброму, он говорит. Я думала, что он издевается надо мной, но он говорит, что, ну, вот нет, как-то, блин, вообще, странная такая, никогда не думала, что вот, я где-то слышал, читал, что так можно, что косвенно очень, что у меня в моем доме будет жить такой человек. Я даже не знала, что вообще вот так вот мне сказочно повезет, как он думал, что на первый этап, что ему повезло просто со мной. Но я знала, как бы, шутки шутками. Были сложные у нас моменты, когда он был на грани, он хотел уйти. Я принимала это, несмотря на то, что Антон очень любит меня. Но вот у меня есть свои моменты, которые я, ну, допустим, не могу принять. Вот как вот в начале говорила, да, что вот мой мужчина, он мне не предложит снять квартиру дешевле. Мой мужчина, он найдет деньги. Ну, и он понимал тоже, наверное, что в этот момент, он же как учится, да, тоже каждый человек, он учится чему-то на каких-то примерах. Я чему-то учусь, вы в какой-то ситуации, в любая ситуация, это учеба для обоих. И он понимал, что в этот момент мы поругались. На 4 дня, это самый максимальный день, когда мы не общались, 4 дня он уехал к маме, и я думала, это конец, потому что максимум был 1 день, а тут 4. Но на 4 день он пришел. Я это была очень сильно удивлена. Я все это время, несмотря на то, что он очень добрый, очень любит, и вот этот единственный момент по поводу денег, но он тоже приоритетный для меня, поэтому я все 4 дня смирялась с тем, что просто, значит, не мой мужчина. Значит, не мой мужчина, значит, все, значит, вот так, значит, вот так. А Антон за эти 4 дня наоборот думал, что же за женщина такая, и анализировал, и рассказал мне, значит, что он за эти 4 дня попался ему на ютубе ролик какой-то, видеофильм, где он услышал такую мысль, что мужчиной, ну, так скажем, мужчину делает женщина, и как-то он сказал, что, ну, типа, если твоя жена, допустим, там, во дворе, да, во дворце, там, доярка, то ты будешь пастух, если там она королева, то ты король, что-то такое, да, ну, то есть по статусу, то есть вот чего женщина хочет, то мужчина будет давать ей, что вот от женщины все идет, да, там, не будем там вдаваться в профессии, ну, просто, да, вы понимаете, о чем я говорю, и он понял, что за эти, за этот год, который мы живем, действительно, а что стало плохого? Он стал жить только лучше, одежда у него стала лучше, квартира, вообще в такой квартире никогда не жил, не жил, мы не имея денег съездили в отпуск, казалось бы, да, вот реально не имея денег съездили в отпуск, а что случилось плохого за этот год? Жизнь с Лилей, как он говорит, жизнь с Лилей за этот год, меня вообще поменялось, только в лучшую сторону, я столько денег не зарабатывала, сколько за это вообще, откуда пришли эти идеи, откуда пришли эти возможности? И он говорит, я как посчитал, сколько денег заработал, я был, говорит, просто ошеломлен, мягко сказать, я говорю, а ты не считай, нам еще много чего надо сделать, нам еще много чего мы хотим, поэтому просто давай дальше думать над нашими будущими планами, раз ты уже вернулся ко мне, он говорит, господи, я не знаю, пожалею я об этом когда-нибудь или нет, но он вернулся, больше мы никогда к вопросу денег не возвращались, никогда, может в течение пяти лет, никогда к этому вопросу мы не возвращались, он всегда понимал, что если мы хотим чего-то, мы ставим эту цель, мы к ней идем, и возможность приходит, он это убедился на своем опыте, а когда он первый раз вообще меня увидел, помните эту, вот кто смотрит эфир в начале, каким он был человеком в начале, что было в голове, что было по поводу денег, какие были установки, какая жизнь была, и вот на самом деле, вы можете сейчас сами сделать вывод, что наши мысли и наше желание, они делают человека, понимаете, по сути-то, мои мысли, мои желания сделали нас, и перевели нас, вот в данный момент, на сегодняшнее, там, 12 марта, в квартиру в Москве, а родилась я, где я начала эфир, в советской гавани, в населении 30 тысяч человек, а какой путь был, непростой, согласитесь, но какой интересный, особенно для бедного Антона, который встретил однажды Лилю, он говорит, слушай, я даже не знаю, как бы жизнь моя сложилась, ну блин, ты какой-то вот, мне нравится, когда мне говорят, чудо-человек, когда он так по-доброму, по-любовному это говорит, понимаете, то есть, мысли всё-таки делают человека, и когда я писала свою игру, «Привет, Вселенная», которая вот 15 марта, она стартует, там вот как раз, вот про такое человеческое, простое, и вот элементарное, поведение человека, который притягивает желания, там нет банального, составьте желания, с частицей, без частицы, не, что за бред вообще, и что, пустое вообще, пустые, пустые рекомендации, там энергетика в этой игре, моя энергетика, то же самое, как я учила Антона все эти годы добиваться своего, то же самое я с каждым из вас в игре «Привет, Вселенная» прохожу, и поэтому она вот так вот заходит к каждому из вас, и мне это очень сильно радует, я безумно рада видеть Антона, когда он поменялся, я это вижу, и так же и вы меняетесь, и к вам приходят эти желания, поэтому я очень рада с вами пройти игру, я знаю, что каждый из вас уже записался, 15 марта мы с вами начнем, очень хочу уже, особенно первый эфир люблю, когда вот как раз мы вот это желание, на него настраиваемся, выбираем, к чему мы пойдем, и проверяем, как мы к нему придем, вот, ну давайте прочитаю ваши вопросы, все складывается для меня наилучшим образом, это всегда, да, это моя фраза, не моя лично придуманная, где-то ее услышала, но вот приняла ее, и вы тоже пользуетесь ей, она так помогает, знаете, когда, когда случается какой-то трэш, и ты просто понимаешь, все складывается для меня в итоге самым наилучшим образом, то есть ты все время думаешь про итог, про итог, что в итоге ты хочешь получить, и сразу у тебя автоматически в голове мысль, что это промежуточный итог, а промежуточный, он не такой важный, как конечная цель, и тебе уже легче, и ты понимаешь, что все складывается для меня самым наилучшим образом в итоге, тебе легче. Неспроста слушай сегодня эфир случайно, вот именно, что вот случайно, не случайно, я знаете, сколько раз информацию получала, казалось бы случайно, но в итоге до сих пор какие-то мысли, откуда-то приходящие, присутствуют в моей жизни до сих пор. Вот я тоже заметила, что если я не думаю, вот сейчас потрачу эту тысячу, да, по поводу денег, да, скажите, вы квартиру этого оформили в собственность на двоих, а вот к чему этот вопрос второй, типа, какая разница, а какая разница, типа, на скольких, это на ваш вопрос. Не знаю, пока хочу я отвечать, это личный какой-то вопрос, пока не знаю, хочу я говорить, что врать я не буду, но вот думаю, зачем вам эта информация, пока не буду отвечать, можно? Привет из Екатеринбурга, привет! Благодарю вас, вы меня вдохновили, всегда вдохновляете. Это я очень рада, вообще классно, когда, даже не важно, я или кто-то, вообще у человека появляется какое-то вдохновение, от этого же питаешься, хочешь получить что-то, находишь это и получаешь, неважно, вдохновение от человека, все что угодно. Так, отматываю вперед. Привет из Дубая, я была там. Привет с Украины. Очень много в игру «Привет вселенная» приходит с Казахстана, из Украины, из России, из Киева, «Хабаровск» тоже играет. Очень рада. Приходите, ссылка есть в шапке профиля. Кстати, есть игра, вы, наверное, не знали. «Привет, деньги» это отдельно про деньги. «Привет, любовь» про любовь. И «Привет, вселенная». Кто ни разу у него что не играл, начните вот со вселенной. Любая игра стоит 500 рублей, это символическая стоимость. Я не могу делать это совсем вообще бесплатно, потому что это вам ничего не принесет. Мне энергетически затратно. Я трачу, порой бывает, до 4 утра сижу и отвечаю на ответы, но не потому, что это вот мне какая-то работа, да там. Нет. Это мой образ жизни. Это мой продукт, который я вам даю как эфир. Я кайфую сейчас от эфира. Может быть, вы чувствуете, да, мою энергетику. Общаясь с вами, я кайфую. И вот точно так же я в игре. Только на конце провода в телефоне. Так же я вам рассказываю про желание. Вот. Поэтому это большая, большая работа по времени. Но человек, если вот так вот рассудить, просто, да, он за 500 рублей получает 2 недели такого курса вот от начала до конца, да, и в итоге его желания сбываются. Мне некоторые говорят, Лили, если бы я знал, что я с помощью тебя и вот это ко мне придет в жизнь, я бы 500 тысяч тебе заплатила, а не 500 рублей. Ну, правда, потому что моё желание дороже. Я говорю, я понимаю инвестиции. Вот. Поэтому символическая стоимость, чтобы чисто сохранить баланс. Потому что, если человек что-то украдет, у него заберут это. Если что-то на халявку получит, заберут больше. Если человек отдает, вы, допустим, себя не цените, своё время не цените, да я тебя так сделаю и тебе сделаю, к вам деньги приходить вообще не будет. Это поток, это пустая. Вы не цените, обесцениваете, точнее, да, свою энергию, там, денег. И поэтому тебе не нужны деньги. Да и ради Бога. И не придут к тебе они вообще ниоткуда потом. Поэтому денежную энергетику нужно ценить, уважать и, допустим, либо отблагодарить, да, за что-то, кого-то, либо в символическую стоимость взять. Вот как у меня, допустим, игра. Я расцениваю очень, 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 вот если вот так вот, да, я не знаю, сколько там стоит, даже марафоны, там, 10 тысяч, там, 5 тысяч, но, как бы, это, как минимум, да, но я не хочу, для меня это, не заработать, для меня это больше мой образ жизни, да, ну, поэтому, символически, поэтому 500 рублей всего. Привет из Хабаровска, я же любуюсь баннером вашим, тоже моя мечта была попасть на баннер, в Хабаровске очень много стендов со мной, это еще и моя мечта тоже. Давно подписалась на вас, смотрю, эфир. Скажи, пожалуйста, о чем нужно помечтать, чтобы прошлая квартира продалась? О, девчонки, продалась это вообще, это даже не желание, зачем вы тратите свою энергетику на продалась? Это даже в игру приходит, вот, я знаю, что 15 марта придут люди, которые будут продавать квартиру, они, конечно, продают сразу же, потому что это, это, но так вообще минимально нужно настроиться на это, что тебе забирают ее даже дороже, чем ты хотел. Я так свою квартиру продала в Хабаровске, я понимала, мне нужна квартира в Москве, мне нужны деньги, я поставила очень задорого и сказала себе, вообще, в принципе, если продаться, то судьба мне уехать в Москву, и я уеду. И она продалась три недели, и она продалась, понимаете, еще за стоимость, за которую я хотела, поэтому вы просто поймите, что вы продадите, но ни одна квартира не продалась еще, либо приходите со своим желанием на этом желании, на таком простом, поймете всю технику, всю схему, как вообще настроиться на любое желание, ну, как бы на примере этого, и потом просто будете под любое желание вот так вот себе ставить и понимать, как достигать. Сохраняется, конечно, девчонки, это не маркетинговая история, это моя личная, душевная, поэтому цена 500 рублей символическая, и поэтому сохраняется все. Я даже прошу сохранить вдруг у кого-то телефон, единственное, я не скидываю, если кто-то потерял телефон, да, там пишут, потому что там очень много людей участвует, и потом, представьте, каждому скидывать. Я сразу вот так вот извиняюсь и говорю, девчонки, на флешку, куда-нибудь сохраните, я потом не пересылаю эти эфиры, потому что, ну, мы так две недели с вами работаем, ну, это как бы нормально, все понимают, что цех каждому скидывать еще раз эфир. Кто-то приходит второй раз, играет, потому что с другим желанием, ну, вот им удобно, чтобы с ними, я лично, да там, две недели поработала за 500 рублей, могут себе позволить каждое желание проработать. Приходите, я уже их знаю, и вот таким образом общаемся. мне бы такой настрой. Так получите его, получите, получите, абсолютно все получают. Настрой очень важен, он же дает все, он же дает все. Больше одного желания в игре, я сразу объясняю в игре, что мы на примере одного желания, чтобы не запутаться. мы берем прямо одно, и вот у каждого свое, я же в личке общаюсь. Допустим, и на примере одного я рассказываю, как его обработать, что сделать, как не просто визуализировать, а уже в реальности, начать его получать. И вы понимаете. И потом любое другое подставляешь, делаешь то же самое и получаешь. Поэтому одно желание, поэтому одно желание. Не потому, что много загадывать нельзя, а потому, что так просто, я считаю, так удобнее. Игра же моя, я же сама понимаю, как вам объяснить это. Что-то объяснить в эфире, как я сейчас объясняю, что-то объяснить, не что-то, а объяснить, как притянуть свое желание все-таки, да, там в реальной жизни, в игре. Это объясняю. Почему игра? Ну, как бы играя, мы там выполняем задания, очень простые, но понятные и близкие к сердцу. Вы их делаете и понимаете. Просто приходит понимание, сознание этого. Хочу попробовать, но желание мне определилось. Определитесь, определитесь. Пока вот так вот мы балахтаемся, барахтаемся, ничего к нам не приходит нормального. Приходит всякая непонятная история. Спасибо за ответ. Настрой есть только, денег не идут, но зато есть позитивчик, потому что у вас там дальше колобки такие улыбающиеся идут. Это самое главное. Самое главное. Деньги придут, поверьте. Откуда вы берете энергию? Я беру энергию от своих желаний. Я вот вижу итог, и он меня вот так вот стимулирует очень сильно, и я вот беру, черпаю туда энергию. Музыка, катание по городу на машине, без пробок, опять же, с музыкой, бассейн, массаж и спорт. Так. У меня муж не верит, на мое желание сбылось уже, и мы живем в своей квартире. Поверит. Наверное, он тоже не верил, вы слышали эфир. Сейчас он сам уже загадывает так желания свои. Уже можно желание загадывать на конкретного человека? Девчонки, на конкретного ничего не нужно загадывать, даже работу не нужно конкретную загадывать. Примерно, ты понимаешь, но человек, оно нельзя. Мне кажется, уже все просто должны знать об этом, что оно нельзя на конкретного, потому что у него своя энергетика и свои желания. У вас свои. вы этого конкретного человека до чего хотите? Чувствуйте с ним себя любимой. Так вот это вам надо. Вы хотите, чтобы вы чувствовали себя любимой? Будет другой человек, вы будете чувствовать себя любимой, тогда какая разница, Вася его зовут или Сережа? Суть желания в другом. Суть желания. Понимаете? Ключевое слово суть. Тогда мы избегаем очень много неприятностей, ошибок, промахов, когда суть все-таки загадываем и быстрее она приходит. Что делать с картой желаний после исполнения? У меня они теряются. Просто теряются сами по себе. У меня три карты желаний было. Последняя осталась в Хабаровске. И я так смеялась. Оттуда все. Последнее желание было уехать в Москву. Я забываю свою карту. Желание под матрасом. Я думаю, блин, не получится потерять, потому что я, ну, случайно, потому что я знала владельцев квартиры, которые купили у нас квартиру, да. Ну, как знала. Мы в одном городе жили, так как я телеведущая. Они меня знали и они подписчики. Я их тоже знала, потому что муж работал там ведущим где-то на мероприятиях. Говорю, визуально. Я думаю, блин, есть контакты, есть WhatsApp. Попрошу мне эту карту пришлют. Не получится потерять в этот раз. Думаю, ну, ладно. И что вы думаете? Я пишу ему. Говорю, я у вас забыла карту, мы уже тут в Москве. Передайте, Антон поедет за вещами и заберет карту. А Леша, этот муж, женщина, говорит, не знаю, где карта. Я говорю, да она под матрасом лежит. Он спрашивает у жены, она говорит, что, Лилю, карты нет. Я говорю, да не может быть, она там. Короче, моя карта пропала. Понимаете? Но она точно была там, я не знаю, себе ее забрать не должны были, зачем? У них есть своя, кстати, они показывали. И тоже там квартира у них была, вот сбылось желание. Но вот пропала моя карта. Буду делать новую, в новой жизни, в новой квартире, в новой Москве. Буду делать новую. С участниками, может, даже уже вот в этот, вот в этот вот, старт, так скажем, 15 марта. Уже капец, скорость, в какой осень, через три дня уже старт игры, и мы начнем заряжаться. А что он думает, чтобы муж выиграл судебное дело? Ну, это как у меня было судебное дело, когда ребенка надо было, да, мне забрать, чтобы мне мазеринских прав не решили второе дело. Третье дело уголовное, чтобы меня не посадили в тюрьму. Вот сколько дел, и все разрешились в мою пользу, потому что, я понимала про итог, опять же, что я хочу получить. В итоге, и готовилась к суду, однозначно, просто так. Нет, я, все доказательства, которые можно вообще только собрать, и предусмотреть на 100 тысяч шагов вперед, я все это, конечно, делала и готовилась. С верой в то, что все получится, вот с таким вот зарядом, все, вот судья, уверенность, это что же все чувствуется? Судьи тоже смотрят на вот это все дело. И еще понимаете, я не знаю, знаете вы или нет, что даже если что-то очевидное, судья, он не разбирается, он просто человек-проводник. Вот есть бумажки от адвоката, вот есть бумажки от обвинителя. все сложили, А плюс Б равно АБ, результат АБ, понимаете? Чем больше вы принесете доказательств, тем лучше, чем увереннее будете себя вести, тем лучше. так, читаем. Сколько дней идет игра? 14 дней идет игра. Начинаем через 3 дня. И ты невероятная. Спасибо. Вы невероятные. Лиль, можно сфотографироваться на улице возле машины, которую я хочу? Или надо отдельно фото машины и мое для карты желаний? Подходя к машине, вы будете чувствовать себя неуверенно. Вы будете о чем думать? Сейчас выйдет хозяин, фото и меня скорее. И будет вот такой снимок. Энергетика не та будет в снимке. Лучше встаньте куда-нибудь в пустое место. И представьте, что машина рядом. Просто позу сделайте такую, на капоте, допустим, вот так. На капоте, допустим. Или с ключами. Или просто как будто ключи держите. Вот так. И прям представьте, у вас будет счастье, вы будете расслаблены, и у вас будут эмоции нужные на фотке. И потом просто машину найдете эту в интернете, подставите, и у вас будет прям вот точно, как вы на капоте, и прям вот машина. Откуда вы знаете? Может, эта машина вот как раз там перепродастся, именно она придет. Сколько раз уже такое было. Поэтому это все плюсом карте желаний. Это вот все, о чем я говорю уже час в эфире, вот плюс карты желаний. Не так что. Все плохо, в жизни удалось, сделаю карту. Карту тоже и не верю. Ну ладно, наклеила, положила, и карта не работает. Понимаете, да? Понимаете, да? Все, о чем я говорю. Так, не надо делать карту никакую. Понимаете? Очень много карт у меня было. Три карты, и все оттуда сбылось. Переезд мой в Хабаровск, вся жизнь. У меня была карта, вот он, Хабаровск, жизнь там, телеведущая, вся команда, с кем я была. Все оттуда сбылось. Вещи, кольца, все там было. Я колечки клеила. И вот сейчас вот московская история тоже сбылась. Красная дорожка у меня там была, у меня была такая, я в платье иду по красной дорожке. У меня в ленте есть, где я по красной дорожке иду, и это сбылось только, когда я переехала в Москве. Пригласили меня на премьеру, и вот по красной дорожке, и я вообще просто, вот было такое желание, вот испытать эти чувства. Я помню свой восторг. Мною так умилялись, потому что красная дорожка, это обычная история для всех там звезд. А я тут когда-то из деревни приехала, ааа, красная дорожка. Ну блин, как есть, ну как есть. Ну первый раз она у меня случилась, но случилось, тоже сбылось. А игра «Предселенная» таит в себе экстрасенсорный характер? Нет, там все настолько жизненно и просто. Вот как прошел эфир, максимально все прозрачно, просто, понятно и вот-вот заряжено. Так же проходит игра. Никаких там нет экстрасенсорных, странных действий. Потому что я обычный человек, просто который вот, ну знает, как получить, знает, как настроиться, знает, как вот притянуть, знает, как вот делать так, чтобы случай пришел. Это я вам рассказываю и это вы получаете. Если хочется дом, мечтать о продаже квартиры или о доме. Мечтать о продаже. А, ну получается, вы хотите купить дом и... Не, вы какой-то план сейчас. Вы задали план и хотите, чтобы он исполнился. Планы лучше не строить. Лучше загадать желание и... чтобы оно пришло к вам самым наилучшим образом. Во благо всем, можно вот так еще сказать, чтобы все это было таким благополучным образом. Все будет хорошо. Чувствуете, что вы хотите, к чему у вас тянется душа и не слушайте никого. помните. Давайте вот так. Много мыслей было на самом деле. Кто только подключился, бзг не пересмотрите эфир. Для себя вы услышите сто процентов важную вещь, которую, возможно, пронесете через всю свою жизнь и она неоднократно вам поможет. И... Что, да, важно. Помнить, что даже если есть какая-то неудача, это промежуточный результат к вашей итоговой цели. Помните про это. Спросила бы я вас сейчас как учительница, что вы запомнили сегодня с эфира, что бы вы мне написали. Вот. Ну, не буду, потому что эфир прямой, я понимаю, он текущий. Нас вот то там 900 человек смотрит, то там 600, то 1200. Все бегут, бегут, бегут и просят сохраните, сохраните. Я знаю, что потом пересматриваете. Ну, давайте просто скажу, что да, у меня ссылка есть в шапке профиля, если на нее нажать, вам выйдет список трех моих игр. Это игра деньги. Я была вынуждена собрать все свои силы и написать ее для вас. Чисто про деньги, про энергетику, про там долги, как раздать, как настроиться, как вообще выйти из этой всякой ерунды, которая лезет в голову, да, по поводу денег и хоть немножко там раскачать эту энергию. игра любовь, все, что касается любви, это не для того, чтобы найти отношения, это чтобы наладить те отношения, которые есть, это чтобы и найти, и стать такой любящийся, чтобы ты вот любил себя, излучал эту энергию, чтобы тебя все любили вокруг, хотели с тобой общаться, чтобы ты чувствовал себя наполненным. Это вот тоже все про игру любовь. Про отношения тоже как прошлое отпустить. Есть у нас такой эфир, медитация вам очень нравится, есть медитация в игре «Привет, любовь». И мне моя подруга, она проходила игру, она заплатила 500 рублей, но не потому, что знают все, кто со мной общается, что даже несмотря на то, что там, Лил, это твоя работа, и ты, я говорю, я понимаю, молодец, все хорошо, 500 рублей, будем работать. Вот. Как бы ее желание, хотя мне ничего же не стоило подарить, дело же не в 500 рублей, понимаете, да? Даже человек, который хочет зайти в игру «Привет, Селина», говорит, Лил, нет 500 рублей, можно ли мне вот бесплатно поучаствовать? Вы же понимаете, что можно, теоретически. Ну что мне, да? Ну вот, ну можно, но ты как заходишь в какое-то дело? Уже с какой энергетикой? Ну, я никогда не начинаю какое-то новое дело, вот не так. Вот я отдаю человеку деньги, и он меня фотографирует, работает, да, допустим, и все, вот он, обмен. Он сделал работу, я ему отдала деньги. Баланс, он совершился. Поэтому, даже моя подружка говорит, «Лил, я баланс как бы с собой хочу сохранить, вот тебе 500 рублей, давай ко мне, пожалуйста». И она меня там так терроризировала в этой игре, столько вопросов задавала. Я говорю, «Маш, давай просто приду к тебе на кухню все то же самое, расскажу». Ну, пошутила. И вот она говорит, что такая медитация, говорит, «Я ее слушаю до сих пор, как на ночь, у нее там небольшие заморочки на работе». Она говорит, «Это даже мне помогает в этих моментах, так хорошо, такой голос, так приятно». Ну, поделилась просто своими чувствами, даже близкий мне человек. Вот, поэтому игра «Привет, Любовь», игра «Привет, деньги» и игра «Привет, Вселенная». Если вы получаете, нажмете на ссылку в шапке профиля, то вы, у вас будет список вот этих игр. Можно играть одновременно, это все совершенно разная история. Игра «Любовь» это про любовь, представьте, любовь. Какая энергетика, деньги, какая энергетика. И вот бестселлер, игра «Привет, Вселенная». Все-таки нужно начать, наверное, с нее, если никакие игры не проходили. И вот, тем более, она через три дня. Вот, и построится. Для чего нужно делать скриншот экрана после слова «Игра»? А, вы просто сохраняете мой контакт. Я работаю с теми, кто сохранил мой контакт у себя. То есть, вы сохранили, да, там просто кнопочку нажали, сохранили скриншот и все. Те, кто не может сделать даже этого, я с ними не работаю, потому что они вообще, если они не готовы даже контакт сохранить в телефоне, но на какую работу они настроены. Я не хочу давать свою энергию людям, которые не настроены. Я хочу отдать энергию свою тем, кто хочет действительно свои желания получить. Понимаете? Мне не 500 рублей надо от вас. Это вам нужны. Вам нужна моя энергетика и моя работа. Поэтому, если человек не сохранил контакт, я даже ему не скидываю, как зайти в игру. Я просто пропускаю эти письма, если вы не сохраняете мой контакт. Просто. Для меня это важно. Я хочу общаться с людьми, которые хотят получить свои желания. Поэтому, когда вы пишете играю, вам приходит инструкция сохраните мой контакт и пришлите мне скрин. Все, как-то человек это сделал, я вам рассказываю, как попасть в игру и мы начинаем. Прекрасненько. Украина и Казахстан. Украина, Казахстан, Россия. Кто играет? Конечно, очень. Вот прям на три части. Россия, Казахстан, Украина. Приходят и играют. Очень. Кто-то даже на украинском пишет, мне пришлось, я не знаю, да там есть письма, которые я прям расшифровываю, напишу по-русски. Вот таким образом. Но прикольно. Классно вообще. Вы такая милая, настоящая, очень приятно вас слушать. Спасибо вам. Сколько времени надо тратить в день на игру и можно ли это делать в 10? Да и в любое время. Игра же, она настроена. Это же ватсап. Я провела эфир, он у вас в общем, да, в общей группе. Но задания вы все в личку мне присылаете. И у меня есть время. Вот вы мне прислали, у вас ночь, а у меня, вернее, у вас утро, а у меня ночь. Да, я иногда до 4 утра сижу и отвечаю, потому что я вхожу в этот поток и не могу остановиться. Но иногда как бы я отвечаю утром. Но ответ вам приходит ночью. У нас 3 дня или 2 дня в некоторых заданиях, чтобы вот эту обратную связь получить. Поэтому все очень комфортно. Получили эфир, ответили на задание или сутки выделили себе двое на это задание и сделали, написали, я вам ответила. Единственное у нас правило, вот раз в 2 или в 3 дня эфир идет. Новая тема, новая. Новая, новая. Всего их 7. И между ними перерыв 2-3 дня, чтобы удобно было вам написать и мне ответить. И правило такое, что до нового эфира, до нового я каждому отвечаю. То есть бывает остаются там люди, я понимаю, что до нового эфира 2 часа, я сажусь и за эти 2 часа вам всем отвечаю. Не было никогда, чтобы я выдала эфир новый, следующий кто-то остался без ответа. То есть 2-3 дня достаточно, чтобы нам с вами обменяться в переписке. Не слышала, ответили бы в эфире, выкинула так из интернета. Нужно ли готовиться заранее? Не нужно. Все очень... Польша, да, тоже играет в Польше очень много. Не нужно заранее готовиться? Нет. Все очень просто. Все еще в жизни должно быть просто. Я сама это люблю, признаю, поэтому игра у меня такая же. Да, когда нужно делать скрин, пропустила начало эфира? Просто на ссылку в шапке профиля нажмите и там будет играю. Вы нажмете играю и вам приходит такая смс, типа сохраните скрин. Я еще раз повторю, что я это делаю для тех, кто действительно хочет поиграть. Я вообще не пришлю ему никакую другую информацию, как оплатить, как попасть, потому что мне не надо, чтобы вы платили мне 500 рублей. Это для тех, кто хочет, чтобы их желания исполнялись. Просто сумма у нас символическая вот такая, кто хочет пройти. Вот и все. Так. Лучше... Ой, осталась одна минутка. Так, я хочу... Лиля, ну, увидите же меня в директ. Сейчас зайду в директ, почитаю. Подарить можно участие? Можно. Давайте так, у нас инстаграм сообщил, что капец, я как только выхожу в эфир, час пролетает, но просто со скоростью света. Посмотрите эфир, однозначно для себя каждый вынесет вот ту мысль, которую, возможно, пронесет через всю свою жизнь. Эта мысль будет неоднократно ему помогать. Столько полезного в этом эфире было. Я сейчас сохраню эфир, пересмотрите его, хотя бы вот так вот. Что ни минута, то мысль. Вошли мы сегодня в такой поток, очень было много полезной информации. посмотрите. Сохраняю и нажмите на ссылку в шапке профиля, кому не успела ответить по поводу игры. И уже в WhatsApp я вам сама лично отвечу. Вот. Так что всем хорошего дня, все будет хорошо. Если все плохо, значит, это еще не конец. Все, вас люблю, целую. До встречи.